Читаю стихи русских поэтов, знакомых, совсем незнакомых, начиная с XVIII века по сегодняшний день. Тарасов Марат Васильевич, Карелия. Когда в игре с судьбой незрячей все будущее на кону, не хочешь выпавшей удачей, ты быть обязан никому. Седьмое небо третьей полки, тот рай с надеждой на авось пропитан запахом карболки и матерщиною насквозь. Хоть и запасся адресами, но не нуждавшийся ни в ком, ты весь был словно отрицание случайных шапочных знакомств. И в гуле говора блатного ты землю, спавшую в снегах, ни из души, ни из блокнота не смог бы вычеркнуть никак. И преисполненный соблазна отведать славы задарма в Москву за песнями собрался. А песня, вот она, сама, чуть зазвенев в конце вагона, как родничок, пробивший склон, она текла освобожденно и осветляла весь вагон. И тонкий голос был протяжен, как белый сумрак вдоль путей, и от чего-то сердцу важен самой протяжностью своей. Душой навеки бы остаться на перепутье, чтобы блить, не смеющую оборваться, и все тончающую нить. Служитель маяка, памяти Рябинина, сказителя, волна по-хозяйски степенно ходила вокруг островка, и с тихим шипением пена вползала в расщелины скал, и с выступов острых, как с бивней, стекала назад, торопясь. Казалось, тоски неизбывней не видывал свет, отродясь. И все-таки, верьте, не верьте, забыв про домашний уют, он жил незадолго до смерти. Один, одинешенек, тут, и в городе, вплоть до кончины, все снились и снились ему, сбегавшая с мыса, Рябины и луч, рассекающий тьму. Былины, былины, былины в певучем отцовском дому, а фары машин с поворота лизали углы потолка, как будто прожектором кто-то сигналил с его маяка, как будто от службы отставить решили сегодня его, и, выселив в город, заставить не делать уже ничего. И сразу припомнилось четко. Изба выступает из мглы, и то, как на привязи лодка елозит у самой скалы, и как он идет по осенней листве на Рябиновый мыс, где заверть маячных ступеней опять вознесет его ввысь. Ложится рука на рубильник, дыхание оборвалось, и в сумерках пепельно-пыльных полночное солнце зажглось.